МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает программа события в студии Елена Моисеева. Здравствуйте. И вот о чём расскажем в этом выпуске. Пензенские оборонные предприятия наращивают мощности. Работу промышленного комплекса обсудили в правительстве региона. Просто надо сказать спасибо за то, что они оперативно освоят ту продукцию, которая необходима сегодня и суть. Раньше она служила для дозора, а теперь призвана привлекать туристов. Реконструкция сторожевой башни в Макшане завершается. И буквально через два дня приходит крыша, мы монтируем. С волны 105,2 ФМ на водную гладь. Необычную акцию для своих слушателей организуют и диджеи радиоэкспресс. Мы все вместе устраиваем сплав на байдарках. Такая водная прогулка. Но в начале выпуска об автокатастрофе, которая произошла сегодня утром в Нижнеломовском районе. На федеральной трассе М5 «Урал» недалеко от села Вирги столкнулись два большегруза и корейский кроссовер. В результате столкновения все машины отбросило в кювет. Водители транспортных средств, трое мужчин, скончались на месте. Двух пассажиров легковушки спасли от неминуемой гибели подушки безопасности. 49-летняя женщина и 16-летний подросток доставлены в больницу. Причины происшествия устанавливают эксперты ГИБДД. И еще об одном происшествии. Сигнал о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов. На улице Осенний на пульты дежурного поступил около полуночи. Площадь пожара на именуемой в народе чемодановской свалке, по оценкам специалистов, составила 500 квадратных метров. Сильно напуганы были владельцы дачных участков, расположенных неподалеку от места ЧП. Уже утром стало ясно, что угрозы дачному массиву нет. По данным представителей регионального управления МЧС, на месте возгорания работают 4 единицы спецтехники, 15 человек личного состава, а также 2 бульдозера. В истории полигоны это не первый пожар. Как правило, они происходят там летом. Сопровождаются продолжительным тлением спрессованных отходов. Запах от которых разносится по всей округе. Контрафактная бытовая химия под прикрытием известного мирового бренда. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из нашей области пресекли нелегальное производство средства для мытья посуды. В одном из цехов на территории Пензы делали тару и разливали в нее жидкость, которую продавали как товар крупнейшей компании. Но криминальный бизнес лопнул как мыльный пузырь. С подробностями Александр Маркеев. Складское помещение заставлено поддонами с пластиковой тарой. В канистрах и бутылках средство для мытья посуды якобы известного мирового бренда, который обещает легкую победу над самым трудным жиром. Однако кроме этикетки такой товар не имеет с оригиналом ничего общего. Вся бытовая химия – контрафакт. Чем занимаетесь? Занимаюсь производством. Чего производством? Ботовой химии. Разрешение? Патент. Могутный патент. А почему производит? Потому что людям надо дешевый товар. Сюда вставляются заготовки. Под давлением воздуха выходит готовая форма. А в этих кубовых бочках компоненты, из которых в подпольном цехе изготавливали то самое якобы экономичное и эффективное средство. При этом в самом помещении полная антисанитария. По соседству штаб-квартира сотрудников производства граждан среднеазиатских республик. Расскажи, чем здесь занимались вообще? Я? Ну, ты, твои коллеги. Здесь что ли? Ну, так вот, обычно, коробку сделать надо, наклеить надо, там и ткетка надо было, еще какое-то это. Что скажешь, я так сделал. Предварительно установлено, что на продукцию без ведома правообладателя наносился товарный знак известного мирового бренда. Контрафакт распространялся на территории разных регионов Российской Федерации. В ходе обысков полицейские изъяли свыше 50 тонн готовой продукции. Отмыть запятнанную репутацию у организатора криминального бизнеса теперь вряд ли получится. По факту незаконного использования средств индивидуализации товаров в региональном управлении Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. Теперь информация, которую в своем телеграм-канале разместил губернатор Олег Мельниченко сообщил, что к нему обратились бойцы полка, сформированного из жителей нашей области, призванных по мобилизации. Для выполнения боевых задач им нужны были катера. Они необходимы для выявления и уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника, передвигающихся по реке Днепр. Затягивать решение вопроса было нельзя. От этого зависели жизни наших земляков. На днях отправили первую партию катеров в воинскую часть. Дополнительно приобрели прицепы для их транспортировки. Оставшиеся плавсредства доставят нашим военным до конца августа. Помогать тем, кто защищает родину, наш долг, написал глава региона. О том, какая еще поддержка необходима военнослужащим, сегодня говорили и на заседании правительства. Оттуда наш репортаж. Нарбизнес отводил печки буржуйки, над дизельным топливом. У нас к стадии уже сертификации находятся бронежилеты. Это все наш пензенский бизнес. И это далеко не весь перечень продукции, которую в настоящее время выпускают на местных предприятиях. Пензенские заводы довольно быстро смогли сориентироваться и наладить производство технических средств, востребованных в зоне проведения СВО. О развитии военно-промышленного комплекса. В выпуске гражданской продукции идет речь на заседании регионального правительства. По итогам шести месяцев текущего года объем отгруженной продукции предприятий ОПК вырос на 44,5%. Начиная с прошлого года в работу по выполнению гособоронзаказа включаются и другие предприятия. В настоящее время 76 пензенских предприятий включено в сводный реестр оборонно-промышленного комплекса России. С разработками, реализуемыми проектами на местных предприятиях знаком глава региона. Он регулярно посещает заводы, работающие на оборонно-промышленный сектор. На одном из них Олег Мельниченко высоко оценил мобильный комплекс для обнаружения и уничтожения летательных аппаратов противника. Здесь появляются цели. Он их определяет. Задача, что это не чужие, что это вражеские. Он определяет. И, соответственно, дальше команда перерасстреляется на стрелков. Значит, все это решается. Но не только о стратегически важных предприятиях оборонного комплекса говорят на заседании правительства. Важен и выпуск продукции гражданского назначения. По данным министра экономического развития региона, значительный рост индекса промышленного производства наблюдается по нескольким направлениям. Выпуск компьютеров, оптических и металлических изделий, станков и оборудования. Промышленными предприятиями при содействии правительства области активно используются механизмы государственной поддержки, в рамках которой осуществляется обновление производственных мощностей и освоение новых видов продукции. Так, в рамках постановления правительства Российской Федерации Минформторгом России заключено 10 соглашений на предоставление субсидий. Также пензенские предприятия участвуют и в государственных программах, согласно которым получают финансовую поддержку из федерального бюджета. Уже в ближайшие дни будут подведены итоги масштабных военно-патриотических сборов «Гвардеец». Особый акцент организаторы мероприятия сделали непосредственно на практическом обучении юношей. Так, например, сегодня на полигоне в Константиновке сотни ребят впервые постреляли из боевых автоматов Калашникова, научились собирать гранату, а также познакомились с современным оружием, которое сейчас находится в арсенале российской армии. Демид Густов присутствовал при этом. От теории самое время переходить к практике. Тем более у парней осталось совсем немного времени. В финальные дни сборов самая горячая пора для юных защитников Родины. По полигону арт-училище разносится автоматной очереди. Это значит, что гвардейцы приступили к огневой подготовке. Да, я первый раз стрелял из боевого оружия. Впечатления необычные. Уши закладывают, но чувствуется что-то новое, какой-то адреналин. Заряжай! Стреляют ребята из легендарного автомата Калашникова. Одного из самых надежных и распространенных огнестрельных оружий по всему миру. Но научиться стрелять – это только полдела. Гвардейцы должны уложиться в норматив по сборке-разборке автомата. Этот экзамен у гвардейцев принимает сам начальник лагеря. Результатом Александр Булгаков доволен. Хотя замечания пусть и небольшие, но есть. Вот так вот разбросал. Ну ты знаешь, мне понравилось, что ты и правой рукой, и левой. То есть ты знал, где что лежит, чтобы самостоятельно оно само собой пошло. Так ли? Да. Ну, а какие приезжают и какие уже уезжают. В глазах блеск, осмысленность, уже понимание того, что они хотят. Вот это самое главное. Вот это вот. Нравится им, уже подходит. А можно на следующий год? Те, которые, я говорю, ну, приезжайте, мы ждем, всех примем. Проверить бойцов приехал и главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин. Пообщался с гвардейцами. Узнал чуть больше об их опыте. Все очень понравилось. Все проходит очень достойно. Ребята подготовленные. И самое главное, те условия, которые есть на сегодняшний день, всех все устраивает. Особенные эти сборы для ребят из новых регионов России. Ростислав Кононенко живет в Запорожской области. На предложение принимать участие в гвардейце сразу же согласился. Родители рвения парня одобрили. В принципе, много чего не знали, куда я еду, но они были не против. Даже, ну, поедь, отдохни. Я и поехал. Отдохнул? Ну так, подкачался чуть-чуть. С троевым научился ходить. Ну, много чего научился. Получил должность замком взвода. Итоги соревнований подведут уже на этой неделе. Монумент, который должен стать визитной карточкой Макшана. Еще месяц назад работы на оборонительном валу только стартовали. А сейчас реконструкция сторожевой башни вышла на завершающий этап. Рабочие заканчивают благоустройство территории. И уже на этой неделе начнут монтаж крыши главного сооружения. 15-метровую конструкцию возвели почти 50 лет назад. Из камня и бревен. Но она, как уверяют эксперты, идентична сооружениям 300-летней давности. Исторический объект давно нуждался в обновлении. Мой коллега Алексей Павлов расскажет о его преображении. Этап строительства завершающий. Рабочие укладывают брусчатку и монтируют ограждения. Приводят в порядок территорию вокруг сторожевой башни. Сама она готова на треть. Каменное основание, деревянные стены. Осталось сделать смотровую площадку, лестницу внутри и крышу. Мы ждем в течение полутора суток уже основную часть конструкции сторожевой башни. Это крыша. И буквально через два дня приходит крыша. Мы монтируем. А вот вокруг основного монумента готово почти все. Например, установку опор освещения закончили. Проектом заложены фонари в классическом стиле. Непосредственно у сторожевой башни. И в современном, возле парковочной зоны. С той стороны сделали подъезд и асфальтированную парковку. С этой подход, чтобы люди могли останавливаться на трассе, проходить здесь, минуя вот такой деревянный мосточек и подниматься по декоративной лестнице, чтобы взглянуть на еще один важный монумент. Камень. На котором написано, что Макшан основан в 1679 году. Спустя ровно 300 лет возвели деревянную сторожевую башню. В наши дни срочно потребовалось ее обновление. После которого она прослужит людям еще минимум половину века. Башня, которая здесь была в свое время, она уже морально устарела, физически устарела. Губернатором принято решение на ее реконструкцию. Для этого была составлена смета. Губернатором выделены деньги в объеме 20 миллионов. Проведены торги и проведена проектно-смертная экспертиза, документация экспертизы. И вот видите, во что сегодня превращается тот старый объект. Исторический вал, у которого в 17 веке шли кровопролитные сражения и лилась кровь защитников русского государства, сегодня становится памятником, около которого проходят свадьбы, фотографируются на память веселые и радостные люди. Эту традицию возобновят у монумента уже с сентября. Ведь закончить строительство и открыть обновленный монумент обещают в конце августа. Зарождение пензенского футбола и день города 60 лет назад. А еще истории о наших земляках и новые факты о связи известных артистов с нашим регионом. Обо всем этом можно прочитать в новом номере пензенского краеведения. Редакционная коллегия представила его в Институте регионального развития. Сейчас издание переживает своего рода ренессанс. Свежие выпуски стали выходить регулярно. Кроме того, удалось расширить аудиторию благодаря школам. Авторы уверены, журнал стал эффективнее выполнять свою главную миссию – воспитывать новое поколение патриотов. На обложке свежего номера пензенского краеведения загадка. На глянцевую бумагу поместили изображение плотной кожи с трещинами и заломами. То, что это футбольный мяч образца начала 20 века, становится ясно не сразу. Спортивную тему на первую полосу серьезные исследователи выносят крайне редко. Но появление массовой игры в пензе – футбола. Исключение. В этом номере вообще очень много советской ностальгии. Так Дмитрий Мурашов описывает, как наш город праздновал юбилей в 1963 году. Именно тогда историкам удалось поставить точку в вопросе даты основания оборонительной крепости на Суре. Данный юбилей является знаковым. Почему? Потому что именно в этот год впервые дата основания пензы была принята 1663 год. До этого считалось, что пенза основана в 1666 году. Поэтому именно с 1963 года идет отчет современных, скажем так, юбилеев нашего родного города. На презентацию нового номера пензенского краеведения авторы и самые заинтересованные исследователи собрались в Институте регионального развития. Виктор Марин и Дмитрий Панфилов – дед и внук. Оба ученые. Наконец им удалось поработать вместе. Они опубликовали статью о детях войны. Эти люди, которые были живы, я с ними беседовал. Брал наподобие интервью. Это, наверное, наследственность. Продолжаю дела деда по этой тематике. Привлекать молодых исследователей и читателей в этом году впервые журнал выходит под эгидой Министерства образования региона. А потому тираж разошлют по школам области. Среди тем нового номера также. Судьба пензенского декабриста Дмитрия Зыкова и рассказ о том, как с нашим краем связан известный советский артист Георгий Витцин. Без знания своего края, какого мы патриота воспитаем. Журнал «Пензенское краеведение» я всегда говорил и буду говорить. Как раз это важное звено в патриотическом воспитании нашей молодежи. В чем здесь это? Это не просто прочтение. Сейчас уже прочтение не всегда работает, хотя он у нас выходит и в электронном виде, журнал. Но здесь еще в журнале публикуются у нас и школьники, и студенты. То есть они сами пробуют здесь первое. У нас это тоже принцип нашего журнала. Благодаря поддержке губернатора Олега Мельниченко, замечая члены редакционной коллегии, впервые за долгое время журнал начал выходить регулярно. Четыре раза в год. Сейчас ученые работают над следующим выпуском, который пензенцы смогут прочитать уже осенью. Сейчас короткая реклама. Не приключайтесь. КОНЕЦ Нужно пройти регистрацию на сайте. Пенза. Встречай. Рыбак Камчатки с новым уловом. Красная икра. Чивыча. Палтус. Белорыбеца. С 15 по 20 августа. ТЦ Кагао. Арбекова. Ты всегда понимал, чего хочешь. И на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки. Учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться. А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Продолжаем информационный выпуск. Радиоэкспресс готовит слушателям экстрим. 27 августа ведущие отправляются в сплав и зовут вместе с собой всех, кто ежедневно находится на волне 105.2 FM. Участников также ждет пикник и, конечно же, общение с диджеями. Как получить место в байдарке, расскажем в следующем материале выпуска. По уже давно сложившейся традиции, лето – время широкомасштабных акций от Радиоэкспресс. На счету ведущих 105.2 FM – вечеринки в самых известных ночных клубах, спортивные матчи. Разгар 2023 года не стал исключением. Сейчас диджей активно готовится к очередной встрече со слушателями. В этот раз она пройдет на свежем воздухе. 27 августа мы организовываем очень интересные и при этом нестандартные мероприятия. Команда радиоведущих вместе с командой слушателей отправляются в одно из самых живописных мест нашего города. Там мы все вместе устраиваем сплав на байдарках. Такая водная прогулка. А на суше участников прогулки будет ждать угощения в чисто полевых туристических условиях. Кстати, об условиях, но теперь уже конкурсных, в сплав возьмут только тех, кто ежедневно находится на волне 105.2 FM. Определить самых активных поможет радиошоу. В рамках вечернего шоу «Друзья» по понедельникам, средам и пятницам мы отберем 10 радиослушателей, из которых и будет сформирована команда. Вечернее шоу «Друзья» на волне Радиоэкспресс проходит с 17.00 до 20 часов. Как только вы услышите специальный звуковой сигнал, необходимо написать «Хочу с вами» в WhatsApp Радиоэкспресс по номеру 8 927 385 10 52. Авторы первых сообщений могут рассчитывать на место в байдарке рядом с ведущими. Во-первых, в истории города карнавальный сплав в Пензе уже прошел 20 участников в возрасте от 5 до 60 лет. Стартовали от лодочной станции в районе острова Пески. Одетые в костюмы персонажей, популярных мультфильмов и комиксов, они поплыли к монументу Росток. Свидетелями этого необычного действия были мои коллеги. Персонажи на воде. Костюмы у всех разнообразные. Плавает и большой зеленый тиранозавр, и супергерой Человек-паук, и даже царь Иван Грозный. К карнавальному сплаву участники подошли креативно. Это яркий костюм достаточно. Он привлекает к себе внимание. То есть, выбирая, как сделать мероприятие веселее, конечно, ты выбираешь то, что будет привлекать внимание. И поэтому, как маркетолог, я выбрал этот костюм. Владимира Кузнецова не напугала ни жара, ни вода. Ведь был высокий риск упасть софборда в водоем и намочить костюм. К слову, некоторые все же не устояли. Но большинство добирались до пляжа сухими и сохраняли образ. Мы кудрявые, черненькие люди. Ну, а я вообще больше к образу хиппи отношусь. Ну, вот даже знак мне описывается. А я, видимо, больше к Уитни Хьюстон. А вот образ Человека-паука так и остался для всех загадкой. Участники карнавального сплава не узнали, кто скрывается за маской. Очевидно только то, что Питера Паркера в этот день подменила девушка. Решила в этом году 100% участвовать, потому что было прикольно. Я видела фотки с прошлого года, и там был просто огонь. Ну и, соответственно, розыгрыш софтборда. Мне бы софтборд тоже не помешал. Розыгрыш софтборда проходил среди всех участников. Заявилось порядка 70 человек. Этот карнавальный сплав в Пензе стал вторым в истории города. Организаторы не собираются останавливаться. И нечто подобное хотят сделать и в следующем году. Кайф, когда люди собираются. Мы общаемся с ними, знакомимся на одной волне. Это очень интересно. Люди приходят, у них поднимается настроение на наших мероприятиях. Мы просто занимаемся еще экологическими мероприятиями. И тем самым объединяем людей разных профессий, возраста разного и так далее. Помимо розыгрыша софтборда, приготовили подарки и для победителей скоростных сплавов. Участники соревновались на короткой и длинной дистанциях. К этому часу это все новости. Еще больше информации есть на нашем сайте. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующем эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Около 16 градусов со знаком «плюс». В обеденные часы синоптики прогнозируют от 23 до 25 градусов тепла. В Пензе ясно. Ночью плюс 16 градусов. Днем плюс 25. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok